Здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о Кубке России по футболу. И сосредоточимся на очередных матчах, которые пока что получаются, ну вот, какими-то не особо зрелищными и не особо забивными. Все-таки именно сейчас стало понятно, что многие команды просто не готовы еще к игре на два фронта. Да, коллективы еще не вкатились в новый сезон, только-только начинают набирать кондиции, и тут на тебе, нужно и в Кубке биться, и в чемпионате. Поэтому мы видим откровенно скучный футбол, Урал с Ростовом, не самая забивная встреча. Ну и вот, пожалуйста, Рубин Локомотив. Игра, которую, если честно, хочется побыстрее забыть, потому что здесь вообще не происходило практически ничего. Кроме борьбы, стыков и ошибок, одна из которых стала роковой для одной из команд. Поэтому здесь, строго говоря, даже похвалить особо команды не за что. И здесь, если бы не ошибка Яновича, который накосячил на ровном месте, ну, возможно, встреча бы закончилась нулевой ничьей и серией пенальти после безголевой встречи. Так что команды, прямо скажем, не порадовали, и здесь видно, что коллективы просто не готовы биться на два фронта. Но, тем не менее, давайте разберем эту встречу поподробнее и обсудим главные тактические нюансы. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, а она делает просмотр футбола еще интереснее. Даже если футбол такой, как сегодня. И почему? Потому что они подготовили для вас отличный подгон, фри-бет в 1000 рублей, который вы можете получить, пройдя по ссылке в закрепленном комментарии, перейдя на сайт пари, и там уже зарегистрировавшись и пройдя верификацию, вы получите фри-бет. А дальше сами можете им распорядиться, там очень много разных вариантов во всех видах спорта, футбол, хоккей, бокс, что угодно. Даже медиалига там есть. Так что дерзайте. Ну а мы переходим к стартовым составам и начинаем, пожалуй, с рубины. Итак, тут Янович на воротах, ну что можно сказать, сразу заявляем главного героя встречи. Касательно обороны тут, ну, получается смешанная обойма. Есть и проверенный исполнительный, например, Вуичич, на данный момент главное подписание команды. Есть и Рыбус на фланге. Опять же, достаточно статусный игрок, хоть и ветеранистый. Но здесь же появляется и большое количество игроков, которые нам пока что особо неизвестны. Молодые ребята, перспективные, наверное. Но, опять же, тут тот же самый Тесленко, Ашурматов и так далее, это люди для нас относительно новые. Хотя некоторые из них уже успели поиграть в высшей лиге. И поэтому здесь как раз заметно, что у Рубина, например, запас не самый глубокий. Правда, в полузащите, например, есть Олег Иванов. Но, опять же, статусный игрок, да, статусный, только вот статус его уже ветеранский. Ну и тот же самый Ломовицкий с Лисаковичем в атаке. Люди, опять же, вроде как известные, когда-то в «Спартаке» играли, в «Локомотиве» том самом. Но сейчас будем откровенны, что один, что другой на спаде. Поэтому здесь, как раз вот по этому матчу было заметно, что Рубин, может быть, и способен выложить неплохую стартовую обойму. Но вот касательно резерва, и когда нужно играть на два фронта, здесь у Рубина объективно возникают трудности. Поэтому стоит ли удивляться тем результатам, которые есть у казанцев в Кубке России. Что касается Лока, ну вот у них резерв посильнее. Гиля на воротах, что уже статусно, статусно, простите, в обороне. Самошников-Нинахов на флангах. Фасон Морозов в центре, тоже вполне себе боеспособное сочетание. В полузащите Куликов, который недавно еще был основным и стабильно играл с первых минут. Здесь же Антон Миранчук повыше. Здесь же Баринов, вообще лидер капитана Рыбчинский в атаке. Вместе с Арвели и Изидором. То есть, ну скажем так, у Локомотива подбор неплохой. И некоторые игроки по своему уровню, вообще можно сказать, и звезды даже в каком-то смысле. По меркам нашего чемпионата. Типа Изидора или Антона Миранчука, если он наберет форму и так далее. И Самошников классный игрок. Кстати, против бывшей команды играет, то и здесь. Ну скажем так, с Локомотива, наверное, повыше спрос. Потому что у них обойма, конечно, крутая. И у них есть кем ротировать состав. И есть кем, так скажем, обновлять. Для того, чтобы в Кубке России команда тоже выглядела пристойно. Но, знаете, если за что и похвалить Рубин. Так это, наверное, за боевой настрой. Потому что они, понятное дело, не так уж и много владели мечом. Против Локомотива действовали осторожно от обороны. Но в обороне они все-таки достаточно жестко и атлетично работали против Лока. То есть здесь футбол был максимально такой контактный. Максимально жесткий. Много стыков. Много таких вот, можно сказать, тактических фолов, которые делал Рубин для того, чтобы сбить натиск соперника. В итоге Рубин еще и несколько желтых получил. Пять, если быть точным. И поэтому здесь, ну, действительно, Рубин стремился играть, как, видимо, на ничью. Чтобы потом уже в серии пенальти получить шанс либо на одну очко, либо на два в случае победы. Ну, потому что объективно говоря, Рубин после недавнего разноса от Спартака вряд ли может претендовать на что-то больше, объективно говоря. Как только Рубин попадается соперник, ну, скажем так, на ходу и соперник звездный, ну, у казанцев просто силенок не хватает. А тут еще и казанцы вынуждены играть резервом, который у них, ну, откровенно говоря, не впечатляет. Поэтому здесь главной и ключевой задачей, ну, скажем так, для команды из Татарстана стало блокировать активности оппонента. И, в принципе, моментами получалось неплохо. Неплохой прессинг. Да, где-то жесткий, где-то на грани фола, где-то за гранью. Но это мешало локомотиву начинать атаки. Очень плотная работа персонально по ключевым исполнителям. Миранчука, который, кстати, очень неплохо вышел со скамейки в матче с ЦСКА и выглядел одним из немногих локомотивов, кто хоть что-то создавал. Здесь опекали просто как зеницу ока. И Зидору не давали разогнаться. Сорвели били по ногам. В общем, было здесь нелегко локомотиву. И то, что они в итоге добились победы, как я уже сказал, ну, это результат ошибки. Янович, ну, в абсолютно необязательной ситуации, при стандарте, казалось бы, пошел на мяч, ошибся. И вот в итоге получите-распещитесь, Сорвели забивают единственный гол в этой встрече, где все катилось в пенальти. Все катилось. И вы знаете, тут, конечно, кто-то скажет, ну, история не терпит сослагательного наклонения. Кто знает, не забил бы локомотив на 63-й минуте. Может быть, забили бы позже. Вот у меня есть ощущение, что не забили бы. Если бы не эта индивидуальная ошибка голкипера, то все. Ничего бы дальше не произошло. Ну, и самое печальное, что даже вот в концовке Рубин не смог нормальный навал устроить. В этой бесконечной концовке, которая затянулась хрен знает до скольких, 11 дополнительных минут, вот этого мучительного, унылого матча. В общем, знаете, это встреча, как олицетворение Кубка России, который начался в тот момент, когда команды еще объективно не готовы играть на два фронта. И им приходится просто мучиться, а не играть в футбол. В итоге локомотив добился тяжелейшей победы, Рубин снова проиграл.